Микс Ньюс В этом году День Лачпчиса еще особенный тем, что это 100-летняя дата, если в прошлом году мы отметили 100 лет провозглашения независимости, вспоминали 1918 год, то в этом году вспоминают активно 1919 год. Об этом мы, в общем-то, и хотим поговорить, о событиях, которые в латвийской историографии, так можно сказать, приобрели термин «бермантиада», события, связанные с Бермантом Оваловым и прочим. И в этом году, кстати, Министерство обороны пошло на такой шаг, министр Пабрикс об этом сказал, что вместо традиционного военного парада прошло такое народное шествие. И господин Пабрикс сказал, что жители и гостей города пригласили пройти кровавый путь, по которому в Ригу прошли захватчики. Вот может быть не всем понятно, что это за кровавый путь, что это за отсылка, расскажите нам. И как вы, кстати, как историк относитесь к такому вот ходу, что вместо военного парада сделали такое шествие? Ну, во-первых, военный парад был. Он был, да, но он был просто в другом месте и в другом чуть-чуть формате. Да, но после парада была такая акция, когда люди были приглашены идти по пути не захватчиков, а освободителей, скорее. А именно пройти тот путь, который прошли солдаты латвийской армии, преследуя, или освобождая Ригу, или преследуя армию Бермонта. Вот я поэтому сказал, потому что в СМИ почему-то преподносилось как захватчики, но, наверное, это какая-то трудности периода какие-то. Возможно, да. Да, в этом году мы отмечаем столетие, ну, можно сказать, если не главные, то одной из значимых побед латвийской армии во время освободительной войны или войны за независимость. Потому что Бермонтиада – это, конечно, очень важное событие, но это был только один этап той двухлетней войны, которой мы знаем, как война за независимость. Это финальный этап, да, получается? Нет, это не финальный этап, это даже не финальный этап, Латгелы, другой конец. Понял. Значит, после образования латвийской независимости, то есть после провозглашения латвийской независимости и постепенно образования вооружённой силы, который потом преобразовался в латвийской армии, и вот эта вот латвийская армия постепенно начала освобождать свою территорию от всех внутренних и внешних врагов. Этот процесс прошёл два года, то есть с дня образования Латвийской республики, когда вооружённой силы практически не было никакой, вплоть до января и февраля 1920 года, когда вся территория Латвии уже была освобождена, и в август 1920 года заключён мирный договор с Советской Россией. Вот это вот и есть, вот эта вот финальная часть, это есть, это договор с Советской Россией, и на следующем году мы будем отмечать 100-летие этого договора. И 1921 год – это признание Латвии как субъекта международного права, то есть признание Латвийской республики до юры, которое произошло со стороны западных держав, тоже через два года мы будем отмечать 100-летие этого события. Но перед тем, это война за независимость, которая в этом году мы отмечали 100-летие и цельских боёв, которая была до Бермантиадусу. Летом это было? Это было июнь, да, июнь, 22 июня, когда отмечается победа эстонских и латышских вооружённых сил над немцами возле Цесиса. Бермантиада – это следующий этап. Ну да, сейчас по порядку постараемся немного. Может быть, немного вы можете рассказать, понятно, что об этом можно говорить, и на это весь эфир потратить, но исторический контекст, потому что, ну, вот вы сказали про те события, которые будут отмечаться в следующие годы, но в общественном сознании, конечно, День Латч Плюсиса, про разглашение независимости – это даты, которые наиболее, мне кажется, так привычные, понятные и известные. И создаётся впечатление, что вот эта борьба за независимость, она вот внезапно как появилась, там была одержана победа, и дальше всё пошло хорошо. Но был, наверное, какой-то контекст, потому что это время было такого сумбура и хаоса в некоторой степени, и сложно понять, кто, с кем и с какой стороны, потому что в России там происходит после Первой мировой, там, условно говоря, революция, большевики и меньшевики, белые и красные. В Германии тоже последствия войны, раздробленность такая тоже большая. Вот для Латвии это какой контекст перед, скажем так, этой Бермантиадой? Ну, можем, конечно, начать с Первой мировой войны, то есть Первая мировая война с 2014 по 2018 год. Посредине это революции в России, 1917 год – февральская революция, и октябрь – это большевистский переворот, который развалили окончательно российскую, сначала империю, потом и российское государство. А в России началась гражданская война. Через год после этих событий в Германии произошла революция, это ноябрь 1918 года, когда все процессы, которые происходили в России за год до этого, повторились в Германии. То есть развал империи, развал армии, развал системы управления государством. В ответ это озвалось в том, что вот сразу после окончания военных действий Первой мировой войны, 11 ноября 1918 года, Компенское перемирие, и Германия потеряла всякий интерес к своим восточным окраинам. Тоже 11 ноября, да, получается? Да, но за год до нашего 11 ноября. 11 ноября 1918 года, это окончание Первой мировой войны, военных действий Первой мировой войны, Компенское перемирие. Германия капитулировала перед западными державами. Здесь Латвия находилась под немецкой оккупацией, и после 11 ноября изменилась ситуация в том, что оккупационные войска потеряли здесь свой юридический статус. И практически без каких-то сопротивлений со стороны германских властей было объявлено о независимости Латвийской республики. Это была только, ну, можно сказать, такая группа идейных людей, которая объявила о независимости Латвийской республики. Не было ни своих вооруженных сил, ни органов управления этого государства. Это временное правительство, я имею в виду? Да, именно. Временное правительство под руководством Карлса Умнеса. И вот постепенно это правительство начало создавать свои вооруженные силы. Конечно, при том, что здесь находились немецко-оккупационные власти и немецкие гражданские власти, у них была реальная власть над этой территорией. К тому же с востока начала наступать Красная Армия, которая очень быстро завоевала практически всю территорию Латвии, кроме небольшой части возле Лепаи. Но в Советской Армии никакого предлога в тот момент не было, это просто… Всемирная революция. Революция, война за присоединение к этой коммунистической идее. Ну да, торжество диктатуры пролетариата. Ну вот, и временное правительство начало создавать свои вооруженные силы, которые постепенно с юга, с территории, вот этой небольшой территории возле Лепаи, и с севера на территорию Эстонии тоже формировались латышские военные формирования, которые находились под оперативным и руководством эстонской армии, полностью в зависимости от эстонского снабжения, эстонского тактического… А эстонцы в этом смысле были сильнее? Эстонцы уже имели свою армию и, в принципе, до конца 1918 года практически освободили всю территорию от большевиков. То есть, они подошли плотно к этническим границам, этнографическим границам Латвии. И они были, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы продолжать своих внешних врагов, отодвигать от своей границы, понимая, что и на территории Латвии происходят бои, которые очень-очень важны для эстонской независимости. Цейсис – это 1919 год, июнь-июль. Это столкновение интересов германского правительства, местного германского, местных германских интересов и эстонцев. С другой стороны, это цейсисские бои, которые произошли возле Цейсиса, где участвовали главным образом эстонская армия и в её состав входившие некоторые латышские части, национальные. И когда цейсисские бои были выиграны, то было заключено страздно-мужское перемирие 3 июля 1919 года, которое предусматривало, что все германские соединения, которые находились на территории Латвии, будут выведены из нашей территории на юг. То есть, постепенно будут отодвигаться в сторону Восточной Пруссии. Не там Михелкова начала фигурировать. Но это не произошло. По разным причинам. Главным образом потому, что наши западные союзники предусматривали все здесь находящиеся части, то есть, всех национальных формирований, всех правительств, которые были на территории Латвии, кроме большевистского, конечно, то, что эти воинские формирования будут участвовать в большом походе на большевистскую Россию. Но германские интересы были чуть другие. Не вникая в детали, германские интересы были, во-первых, свергнуть большевистское правительство в России, но до этого свергнуть и национальное правительство, и Латвии, и Эстонии. В этом и скроется вот этот конфликт между Павлом Бермонтом, который в его лице, ну, можно сказать, нашли такого нужного идиота, если можно сказать. То есть, он был марионеточной фигурой. Абсолютно не был дураком, но всё-таки никакой такой большой властью над здешними воинскими реформированиями, противобольшевистскими он не имел. Немецкое командование решило здесь, что все немецкие власти, чтобы им не могли ничего предъявлять смысла того, что они здесь находятся незаконно, их должны были переделать русское формирование. Номинально, конечно, русское. И немцы большими партиями вступили в номинально командовую Бермонтом западную русско-добровольческую армию. То есть, переделались из немцев в русские части. Армия Бермонта насчитывала около, ну, мы не знаем точно, около 25-30 тысяч человек. 80% из них составляли немцы. И вот эта армия как раз начала нападение на Ригу 8 октября 1919 года. И вот целый месяц, вроде до декабря 1919 года, происходили бои и возле Риги, и возле Лепа, и возле линии Даугавы. Между латвийской армией, с одной стороны, которую поддерживали западные союзники Великобритания и Франция, и германскими русскими частями, то есть, белогвардейскими русскими частями, которые командовал Павел Бермонт. Но, повторяю, что русскими они считались чисто номинально. А действительно ли вообще о причинах наступления, там их, наверное, много, целый ряд, но действительно ли в 1919 году, получается, временно правительство, то есть, балтийские страны получили предложение от советского на тот момент руководства о заключении мира уже тогда? Нет. Которая якобы и спровоцировала Бермонта на то, чтобы ускорить свое наступление? Нет, такого не было. А, такого? Нет. Хорошо. А еще из таких, я не знаю, мифов или мнений о том, что, в принципе, во многом своей победой и провозглашением независимости Латвия обязана тому, что, как вы сами сказали, в России случилась революция, она была в таком разобранном состоянии, Германия в разобранном, и сложилась такая в этом плане, ну неудобная, благоприятная ситуация для того, чтобы вот все сложилось таким образом. Да, безусловно, геополитическая ситуация располагала в то время того, чтобы провозгласить независимость и, конечно, ее и с боями подтвердить. То есть, но, безусловно, ваша теория предполагает сразу следующее, то, что... Это не моя теория, это, в принципе, теория, которая бытует. Вам сказанная теория предполагает следующее, что там сразу вот те, которые осуществляют вот эту вот вашу сказанную идею, сразу говорят, что, значит, вы без этого никак не могли обрести свое независимое, значит, вы несостоявшееся государство. Нет, это не так. Ах, то есть, в этой теории обычно такое... Там есть продолжение вашей идеи, вашей сказанной идеи. Хорошо, мы вот сейчас прервемся ненадолго и поговорим о личности Бермонта, которая вот противоречивой довольно является, его таким аферистом во многом представляют. Мы сейчас вот буквально через минуту поговорим. Да, продолжаем разворот. У нас в гостях замдиректора Военного музея Латвии по научной работе Юрис Цыгановс. Мы говорим о Бермантиаде, событиях столетней давности. Вот был отмечен День Лачплисиса, впереди 18 ноября, главные национальные праздники. А личность Бермонта Овалова, вот она довольно противоречиво представляется в истории, в историографии. Его многие называют таким монтюристом, очень таким хитрым, самовлюбленным и во многом раздутым человеком, раздутой личностью, скажем так. Вот на 2019 год в истории Латвии он каким известен? Я могу сказать в контексте, хотелось бы сказать, конечно, в контексте гражданской войны в России. Потому что особенно на окраинах бывшей Российской империи таких личностей, как Бермонт, появлялось очень много. Гришин Алмазов, Атаман Анинков, ну это те, которые сразу так идут в голову. Павел Бермонт, во-первых, это, ну изначально это уссурийский казак, который служил в русской императорской армии, участвовал во многих походах в подавлении боксерского восстания в Китай или восстания Инхэтуань, в русско-японской войне, в Первой мировой войне, потом попал в русские лагеря военнопленных в Германии, и вот тут он и начал свою карьеру, если можно так сказать, верховного главнокомандующего западной русской добровольческой армии. И тут он приглянулся германским властям, которые посчитали нужным его использовать в своих целях. А именно в лагере русских военнопленных Зелцведеле он образовал небольшой, ну по тем меркам, конечно, небольшой отряд из трёх тысяч человек, из местных, нет, нельзя сказать, из русских военнопленных, которые сидели вот в этом лагере Зелцведеле. Он ездил по другим лагерям, как я сказал, он приглянулся немецким властям, которые его материально поощряли, и они задумали вот создать вот такое некое подобие какой-то армии, которая была бы его карманной армией где-то, тогда ещё неизвестно где, но в борьбе с большевистским правительством. Или в своих частных интересах продолжение наступления на Восточном фронте, на Германском Восточном фронте. Да, он был хорошим оратором, он хорошо выглядел в своей, в кавказском, он ходил в такой, в кавказском наряде, в, как это называется, не знаю, в кавказской форме. Да, да, да. Сам себе присвоил звание полковника, с полковничьих погонок он ходил, хотя многие очевидцы и сослуживцы потом вспоминали, что он никакой не полковник, он заложился только до капитана. Ну, гражданская война, это смутное время, как вы сказали, и там можно было всякое себе нацеплять на погону, что хочешь, и проверять особо никто не хотел и не мог. Ну вот, и со своим небольшим отрядом он прибыл в Ялгол в мае 1919 года, ну и тут попался в поле зрения командующего местными, здесь находящимися германскими войсками Ридегера фон дер Гольца, генерала которой его сразу же поставил во главе той мнимой армии, которую он хотел создать, чтобы продвигать свои интересы своего государства, то есть Германии. Так и была создана западная русская добровольческая армия, якобы русская, но, по идее, это была немецкая, это признавали и все противобольшевистские правительства, которые были на территории бывшей Российской империи. Это признавал и Юденич, который открыто говорил, что ему не нужен Берман с его немцами, это признавал и Деникин, который тоже усомнился в подлинности… То есть белое. Белое движение Бермонта не признал, хотя он сам, конечно, очень преувеличивал свои возможности. Например, есть в обиходе в историческом его телеграмме Колчаку, верховному правителю России, которому утверждает, что под его руководством находится 60 тысяч человек. Это был блеф, это было, конечно, не… Да, но я к чему еще просто спрашивал, просто получается, что вот событие Бермонтиада, оно окутано таким в нашей современной уже Латвии, таким, ну, в позитивном смысле слова, пафосом. Это такое важное историческое явление. При этом главный неприятель Бермонт, он не воспринимается все-таки как какой-то там серьезный, сколько-нибудь, как я понимаю, да, какой-то вот серьезный враг, главный неприятель Латвии вот в ходе ее истории. Как я не знаю, например, наверное, там образ Сталина, условно говоря, совсем другая уже понятная эпоха, воспринимается как какое-то вот серьезное зло, как это можно судить, да, по риторике и прочему. С Бермоном такого как бы нет. Это очень важное событие, но личность вот этого лидера, она такая достаточно слабая. Бермонт был, Мария Неточна, главнокомандующим этой армии, но сама армия представляла очень серьезную вооруженную силу. 25-30 тысяч человек, это было чуть больше, чем на тот момент насчитывал боевой состав латвийской армии, и намного больше того, что предстояло, ну, которые, частей, которые были против Бермонта, как раз на Рижском участке фронта, 80% из армии Бермонта были немцы, и 80% из армии Бермонта были немцы, и к тому же еще это были немцы-добровольцы, а именно это были так называемые фрейкорпы и железная дивизия, то есть это были профессиональные солдаты Первой мировой войны, которые по тем или иным причинам вступили в добровольческие части, которые направлялись именно на этот фронт. Они были отлично вооружены, они были отлично организованы, отлично экипированы, намного лучше, чем латвийская армия на тот момент, и они представляли очень-очень серьезную вооруженную силу. Да, мы знаем, Бермонт часто не глушался алкоголем и женщинами, да, он устраивал попойки у себя в штабе, он, не знаю, стрелял своих адъютантов, да, исторические факты, но он, во-первых, он не был, ну, крупным дураком он, конечно, не был, но он не был главным заправителем вот в этой всей армии. Это все-таки Риддегер фон дер Гольц, майор Бишоп, которые входили в штаб Бермонта, и которые были главными идейными и оперативными вдохновителями вот всего этого, и план нападения на Ригу, и план дальнейшего продвижения Бермонтовской армии все-таки разрабатывали немецкие штабные работники, немецкие военные работники, которые, ну, делали это грамотно, конечно. Ну, вот вопрос из-за разряда стыдных вопросов, но я думаю, что для многих это важно проговорить. Сам образ Лачпельсиса, который возник, как я понимаю, довольно скоро после этих событий, он связан исключительно с тем, что образ этой битвы перекликался с финалом битвы Пумпурса, произведения. Только поэтому или есть какие-то другие вещи? Когда возник этот образ Лачпельсиса? Образ возник сразу, и, конечно, народный поэт Райни со своей поэмой Даугова, которая вышла как раз вот в это время, способствовал появлению этого образа Лачпельсиса, который ведет финальную борьбу 70-летней борьбы с немецким рыцарством, с черным рыцарем на берегах Дауговой и побеждает этого рыцаря в конце концов. Ну, это такое образное выражение, образное, идейное вдохновление тех людей, которые находились на фронте тогда. Ну, каждой армии нужен какой-то идеологическая основа, но вот это и была главной идеологической основой того времени. Ну, кстати, вот с этой точки зрения тоже интересно, я обратил внимание, что в годы уже временного правительства Уманисовского, ну, вот сейчас мы слышим просто столетие государства, военного музея тоже столетие отмечается, правильно, в этом году? Нет, это было три года назад. А три года? Да. Ну, это фактическое, да, получается? Ну, военный музей образован в 16-м году, так что существовал. Ну, так или иначе, если мы говорим о художественной академии, о Латвийском университете, это всё эти вот годы. Практически всё, да. То, что вот в вопросе этого какого-то морального подъёма, получается, было очень важно, потому что, казалось бы, ситуация такая очень критическая в стране, людям не хватает элементарных продуктов и медикаментов, но при этом открываются, образуются важные, основополагающие культурные учреждения. То есть, на тот момент это было крайне важно, насколько я понимаю, в том числе с этой вот морально-нравственной точки зрения. Да, в том числе, конечно, но там до Бермантиады, между Цельскими Бабиями и Бермантиады, было три месяца, ну, относительно успокойствия. Что такое три месяца просто? Ну, это... Успели, по крайней мере, главные вот эти вот все вами названные учреждения успели образовать. Конечно, что... Другое дело, что реально их деятельность началась уже после 1920 года, но образованы они были именно в 19-м году. Лето, конец лета и осень 1919 года, да, это было так. Ну, вот вы сами сказали, что войска Бермонта, они, ну, если не превосходили, то серьёзную проблему могли доставить просто за счёт своей силы. Кто, если брать шире, не народ, а вот в частности, там, генералы, части дивизии, политики, кто, скажем так, чья заслуга в первую очередь того, что эта победа состоялась? Ну, это... На этот вопрос нельзя ответить одним словом, что именно те или эти. Это комплексный вопрос. Та же... Мешалась та же, конечно, геополитика, а именно западные союзники ставили на поражение Бермонта, потому что они понимали, что победа Бермонта – это усиление немецкого влияния в регионе. Это было невыгодно ни Англии, ни Франции, ни Соединённым Штатам Америки. Соединённые Штаты Америки напрямую не участвовали здесь в никаких боевых действиях, но гуманитарная, если можно так выразиться, помощь правительства Соединённых Штатов Америки через общественные организации Латвии была очень и очень большая. То есть, они помогли предотвратить голод и массовые эпидемии в той части Латвии, которая была занята латвийскими вооружёнными силами. Англия и Франция напрямую участвовали в боевых действиях против армии Бермонта и корабельной артиллерии своей, и британские солдаты участвовали в боевых действиях на суше. Вот этот патриотический подъём тоже нельзя сбрасывать со счетов, а именно… От провозглашения независимости? Именно в Бермонтиаде. Именно вот клич о том, что мы боремся с… Это последний бой, решающий бой с немецкими лицарями. Это дал тот подъём, который мы, может быть, мы помним аналогии со времён баррикад здесь в 1991 году. То есть, Бермонтиад – это время наплыва, самое большое наплыва добровольцев в ряды латвийской армии. За день, ой, не скажу за день, но где-то вот за вот эти небольшие время, когда Бермонтовская армия, ну, относительно месяц, когда стояли возле Риги, больше 10 тысяч человек добывальцами вступили в ряды вооружённых сил латвийской республики. Каков вклад, интересно, просто вот в борьбе за независимость играли национальные меньшинства? Потому что, как мы знаем, проживало много немцев, русских, евреев. Многие из них, насколько я знаю, награждены в итоге военным орденом Лачплисиса всё тем же. Вот об этом. Ну, вооружённые силы и армия пропорционально этническому составу Латвии было. То есть, сколько национальных меньшинств пропорционально, процентуально было, проживали на территории… А сколько, напомните, примерно, цифры примерные? Примерно 25. Ну, это очень трудно сказать. 25 – это в целом? Да, ну, я говорю очень-очень-очень примерно, потому что территория Латвии не была в одном административном участке. То есть, это были три российские губернии – Курлянская, Лифлянская и Витебская. Латгала была частью Витебской губернии. Лифлянская губерния ещё делилась на две части – на эстонскую и на латышскую. Но по статистике, принятой статистике, это где-то примерно 25%, потому что в Российской империи не было графы национальности нигде, было графа вероисповедания. И в Российской империи по национальностям никто никого не считал, а считал только по вероисповеданию. Ну, так или иначе, мы знаем, опять же, что это немцы, русские, евреи, насколько я понимаю, это главные насмышленности. Поляки, литовцы и эстонцы. Национальных частей не было в латвийской армии, за исключением, если можно так сказать, такое можно считать не балтийский ландосвер, который потом трансформировался в 13-й Токумский стрелковый полк, пехотный полк. А все люди другой, нетитульной национальности, они просто служили в обычных полках наряду со всеми. А, кстати говоря, ведь многие ордены Лачплисс, они хранятся в вашем музее, насколько я понимаю, они там доступны. Ну, есть, да. И, насколько я знаю, у вас было даже мероприятие, оно, вот я не знаю, ежегодное ли оно, или это было специально сейчас, когда приходили родственники, да, вот тех, кто был награждён. Это, как это, беспрецедентный случай? Не-не-не. А вы проводите такое? Мы начинали это проводить с 2000 года, потом, вот, в последние годы был такой перерыв, когда это не проводилось, ну, год-столетие вот этих, всех этих событий мы решили возобновить эту традицию, ну, посмотрим, как это получится, может быть, в следующем и последующем году. А как получается, вот эти люди, родственники, это жители, в первую очередь, Латвии, или они уже разъехались? Были, были и иностранцы тоже, да. С каких стран? Ну, например. Великобритания, Соединённые Штаты, тоже приезжал кто-то, Канада, по-моему, возможно, ещё откуда-то. Я просто эту статистику в одном месте пока ещё не видел. А какие вообще мероприятия, если уже об этом говорить, в честь столетия устраивает, например, военный музей? Я знаю, что выставка была военной техники, вы в этом тоже принимали участие. Да, это традиционно. Каждый год национальные вооружённые силы выставляют. Образцы своей техники. В этом году там были и канадцы, и испанцы тоже со своей техникой. НАТО. Да, да, да. А что ещё из таких главных событий? Ну, мы устраивали. Вот в этом году был вот этот слёт родственников, кавалеров Ордена Лачплаща. Целыми днями проводились и такие творческие мастерские, где дети могли познакомиться с главными, ознакомиться с историей вооружённых сил и с историей этого дня. Ну, и ежедневная работа у нас. Очень много экскурсий сейчас, очень много посетителей, которые приходят вот именно вот в эту патриотическую неделю. Вы написали книгу «Латвийская армия», да? Да. В этом году она опубликована. Это уже какая по счёту ваша книга? Ну, «Монография» вторая. А. Ну, это всё-таки важный, скажем так, период вашей писательской деятельности. Не период, а этап. Ну, каждая книга, конечно, важная. Ну, безусловно. Я просто хотел спросить, это какой-то обзор, ну, как вы сказали, «Монография» или, ну, если просто говоря, написав ту книгу, выяснили ли вы что-то новое или что-то чего, ответили ли на какие-то вопросы, на которые ответов ранее не было? А «Латвийская армия»? Ну, это не научная монография, это билетристика. Всем интереснее. Да. Ну, и задумывалась она, конечно, как презентационное издание именно на столетие «Латвийской армии», которое мы отмечаем тоже в этом году, в июле. Это 10 июля, это день, когда образовалась единая организация латвийских вооружённых сил, Латвийская армия с единым руководством и с единой системой, с единым устройством, единым руководством и единой системой снабжения. Ну, это, конечно, компетентативный материал. Большинство из моих ранних каких-то тоже публикаций и из публикаций других коллег. Так что я бы не сказал, что там есть какие-то… Ну, что значит открытие? Для кого-то, может быть, будет открытие, что такая латвийская армия вообще-то была. Ну, безусловно. Ну, для вас, может быть, в процессе работы какие-то есть там прорывные вещи? Ну, я могу сказать, что это попытка в одном месте в очень короткой форме показать историю развития национальных вооружённых сил Латвии и тех, которые были во время межвоенного периода, то есть до 1940 года. И чуть-чуть, конечно, показать, что произошло после восстановления независимости, после 1991-1992 года. А вообще тот факт, что после, значит, 1940 года получается, что в военном музее перерыв, да, мягко говоря, случился. И наверняка что-то было потеряно, там как-то это всё изменилось. Вот насколько сегодня это мешает, что ли, тому, что мы можем знать вообще алтвийской армии? Может, есть какие-то пробелы? Потому что 50 лет, наверное, там много как-то… Ну, пробелы, конечно, есть. То есть, если говорить про музейную деятельность, то в 1940 году музей был ликвидирован под корень. То есть, всё, что в музее было, было отдано, вывезено. Но не уничтожено. Кое-что, конечно, наверное, было бы уничтожено. Но музей, кстати, это было первое учреждение, если можно так сказать, латвийской армии, которое было ликвидировано и уничтожено полностью. И здание, которое строилось как раз под музей, которое было достроено в 1940 году, таково не стало. Потом там был во время Второй мировой войны, там был госпиталь, потом там было в советское время Нахимовское военное училище. Там музей революции тоже, по-моему, был? После 1957 года там был… А до этого там было Нахимовское военное училище. После 1957 года, значит, там был музей революции. Но музей революции, конечно, был со специфической такой направленностью. Латвийскую армию там, конечно, никто не смотрел. Так что после восстановления, после 1990 года, вот именно эта часть нужно было создавать с нуля практически. И можно сказать, что сейчас мы собрали довольно значимую и значительную коллекцию именно про вооружённые силы. Ну, в том числе, конечно, и про Вторую мировую войну, и про наши дни. Но вот как раз про межвоенный период, про вооружённые силы, я думаю, что мы смело можем называться лидерами в этой сфере исследований. Вот что я хотел спросить, то, что касается памятника освободителям в Пардолгове. Много политических очень вопросов, в смысле, происходит. И вот сейчас депутаты, значит, решили прибегнуть, ну, это ещё не окончательно, но фигурирует такое понятие, как психологический демонтаж этого памятника. И якобы депутаты, в частности, от нацобъединения выступают за то, чтобы вернуть этому памятнику концепцию того, как он задумался как площадь Победы, что связано, собственно, я так понимаю, с Бермантиадой в том числе. Вот вы можете пояснить, что это за концепция получается такая, каким событиям, опять же, историческим, этот слайд, когда это было задумано, и насколько это сейчас, может быть, вы тоже можете какую-то оценку дать, что это склеивается, то, что мы имеем, с тем, что хотят? В 30-е годы это задумывалось, да, как… Это был пустырь в то время. В 30-е годы, особенно после переворота, в 34-м году, после Уманистского переворота, эта площадь задумывалась как площадь репрезентации, как правильно сказать… Достижений каких-то военных? Не-не-не, ну, как… Ну, по идее, то же самое, что и сейчас, только с точки зрения национального. Да, это была бы площадь, где находилось бы то место, где бы проводились все значимые государственные мероприятия, парады, демонстрации. То есть, что сейчас на набережной 11 ноября происходит, да? Ну, да, ну да, в том числе. К тому же, там планировались разные репрезентативные здания, как павильоны, где будут какие-то, может быть, выставки. Но это было только в планах, это никогда не было реализовано. А потом это был, после Второй мировой войны, это был тот же пустырь, где, например, происходила последняя публичная смертная казнь на территории Латвийской республики. То есть, повесили семь пленных германских генералов в 1946 году. Ну, и вот потом там возвесился вот этот памятник, который вызывает такие большие, в том числе и политические дискуссии. Как развивать эту площадь дальше, я, честно говоря, не знаю, потому что мое мнение, безусловно, будет субъективным. Я принадлежу к тем, которым этот памятник не нравится. По причине? Потому что он мне не нравится. Потому что это, я считаю, что это символ оккупации, которому не место в теперешней Риге. Но это мое субъективное мнение. Какие-то свидетельства, по меньшей мере, исторические, вот мне интересно, как историка просто спросить, они должны присутствовать в виде, ну как, все памятники и монументы, они могут какой-то декоративный элемент создавать. Но, в первую очередь, это от слова память и от слова напоминания, да? Как вы это видите, этот вопрос? Или это просто нужно как-то забыть об этом, я не знаю, или... Я не знаю, какие идеи будут насчет того, что будет в этом месте предусмотрено. Так что, когда будут какие-то идеи, тогда, наверное, можно будет о них говорить. Сейчас я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. А нам еще, да, ну время у нас уже много, наверное, не буду озвучивать телефон на прямом эфире, уже не успеем озвучить. По поводу книг, вы планируете, у вас очередное сейчас пространство для написания чего-то? Есть ли темы, которые, как вам кажется, нужно осветить? Идеи, конечно, есть. Если вы говорите обо мне лично или о музее? И так, и так можно сказать. Ну, а вас лично? Я с вами общаюсь, поэтому вас лично и спрашиваю. Есть, конечно, идеи, но пусть они так опробируются. Я стараюсь не говорить о том, что еще не осуществлено. А музеи в таком случае? Мы собираемся больше привлечь внимание именно к коллекциям своего музея, именно тому, что у нас есть интересного по отношению к коллекционной работе. Если до сих пор наша издательская деятельность предполагала публикацию сборников статей, то теперь, я думаю, что пришло время углубиться в коллекцию. Вот, например, или на следующий, или еще год. После следующего года мы собираемся смотреть, ну, например, у нас идея такая, что в следующем году мы можем издать кое-что об авиации, именно авиации Латвийской Республики. Потому что это очень интересная и очень значимая страница в военно-политической истории Латвийской Республики. Спасибо вам большое. Зам. директора военного музея по научной работе Юрий Сцыганов был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич. Всего доброго и до свидания.